насенька болинская у нас прямом эфире привет моя дорогая насть как у тебя дела я смотрю ты уехала молодец приехала молодец ребят вопрос вы узбечка друзья сколько вам лет что вы задаете мне такой странный вопрос я не узбечка яна захарова у нас прямом эфире яночка здравствуйте яна тебе что мало наши переписки в директе еще сюда заперлась поржать хочешь милена вернется люблю благодарность наташ мужа когда мне найдешь ям я в активном поиске ты же знаешь да анастасия болинская зашла никита шлюков зашел у меня вообще все звездные эфиры а вы кто конь в пальто я с буду на вы меня это же спрашивали я вам отвечаю наташ скажите кто такой лёва лёва наш коллега практически нам родственник кому интересно кто я зайдите ко мне на страницу там в шапке профиля все указано а морковка нормально нет не нормальный ладно спокойно по кассике яна я те жениха найду ты не волнуйся а я не обижаюсь чем не обижать влад к доню у нас влад великий влад к доню зашел влад вы там я надеюсь не голый трендим влад прямой эфир ко мне зашел знаете успех влад сейчас быстро с дымбрит менять его влад здравствуйте великий влад к доню мне в прямом эфире я не голый но я без грима и в прыщах так даже лучше спасибо в двенадцать ночи влад ты же знаешь я так рано не ложусь спать я знаю я думаю когда это изменится тоже в конце никогда влад не изменится ты какой я не там собралась мужика искать я не захаровой она меня достала уже найди мне мужика захаровой невозможно найти мужика ты еще издеваешься что ли у нас общероссийский был кастинг один был и то как бы знаешь мягко говоря свалился сразу она же ромашо влюбленная пусть добивается влад был один кастинг кастинг это катастрофический провал произошел один человек да 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 дошел это практически ну там просто денег чуть ли не предложили что он захарова полюбил янка ты слышишь чего тут говорим про тебя я не могу влад ну как ваше настроение как там тело молодое не болит после тренировок суши болит не то слово у меня ноги болят так жутко это просто невероятно как они болят я по лестницам хожу просто жесть а в машину когда залезают а прям просто можно с ума сойти но ничего нормально шоу отвел так более или менее что там посидел все не меньше ходил сегодня вообще очень много было восседаний на кресле но сента такая тема просто знаешь что это детектор лжи напряжении да да это знаешь знаешь ну как бы таки фухуффу но все равно сложноватое было show а завтра это спор да а что такое с лицом янка там материт нас говорить, нахуй мне нужен этот Ромашов. Ой, ой, уже все, что ли? Слушай, а Янка, мне нравится, Ромашов пару раз отверг, там пару глупостей сказал и все. Вот Яна, мне казалось, умный человек, а вот ведет себя порой, как подростковая вот обычная баб дурочка. Ну как так вообще возможно? Ну понятно же, что Ромашов обладатель уникальной подростковой психики. Ну что, ну вот он такой. Ну как-то к этому проще надо относиться. Она баба-то взрослая, уже умная должна быть, но здесь не сказать старая. Согласна, все дело в том, что мне кажется, что после того, как Юленька Белая покинула территорию островов, Ромашов будет взять под крыло Янки Захаровой. И никуда не денется. Нет, ну Ромашова сейчас легкая депрессия, он же думал, что Юля будет ходить вокруг него, страдать, хоровод. А Юлька взяла, а с проекта свалила. Поэтому, естественно, как бы Ромашов сейчас в легкой печалике, скажем так. Ну ничего, ну слушай, ну Яна, если не дура, она как-то там возьмет быка за рога. Хотя нет, что я говорю, господи, малыша за малыша. Ну возьмет, как-то и начнет. Тем более, она член, когда последний раз видел, Наташ, ну ей-богу. Там уже... Говорит, полгода было тому назад. Там же поросло травой вместо наших встреч. Врет, конечно, все. Конечно, все врет. Все вранье. Конечно. Я больше, чем уверен, что там она уже забыла, что это такое. Что оргазм ей только снится по ночам, и то последний раз ей снится года два назад. Понимаешь? А тут ромашок ходит, ну красивый. Такой весь с всякими фантазиями. Он же там, Юлька же белая рассказывала, что он там творит, мать моя женщина. Там Янка должна от одного прикосновения просто с ума сходить и сразу оргазмировать. Да-да-да, я дура, поэтому люблю только тебя, Владик. Владик, она тебе в любви признается. А куда я иду? Да? Это, слушай, это синдром всех наших этих баб, которые отношения не могут построить, сразу вспоминать, что я есть. А я все, а я занятой. А все, а раньше надо было. Да. Юлечка, Яночка, все, до свидули. Надо было раньше. Надо было раньше все, тем более. Они там сидят на Сейшелах. Я вот не любитель, я не этот, на расстоянии, пистолярный жанр. Мне это раздражает. Влад, ты же скоро на Сейшелы полетишь. Это кто сказал? Ты же любишь Сейшеки. Ты же стоишь каждый раз, говоришь, не могу достаться, когда на Сейшеке полетишь. А, ну да, 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 да. Да, Наташа, так и есть. Особенно ты, Влад. Да. Я в первых редакциях. Я на самом деле, если бы не границ, прям сейчас бы, вот прям из дома бы вышел, шагнул бы сразу в самолет. Вот сто процентов. Рванул. Да, да что рванул. Я живу на 14 этаже. Тут любой самолет пролетает, я практически выпрыгиваю из окна, думаю, дай на крыло хотя бы уж приземлюсь, там куда уж принесет, туда принесет. Вот именно. Я сейчас поделюсь с тобой одним секретом. Все дело в том, что у нас в прямом эфире великий шансанье Илья Ябаров. Ты знаешь, что он тут написал? Подташнивает. Я вот чувствую у меня что-то. А это вот мелькнуло, видимо, подознательно. Так. Он написал, что я уволил Кадони. А-а-а. Ну, это его сексуальные фантазии. Они у него часто, в общем, этот он, он, видимо, представляет себя большим боссом. Он меня увольняет, кстати, регулярно в сторисах у Черкасова. Я там все это наблюдаю, да. Но ты знаешь, если бы Ябаров был моим руководителем, наверное, это была бы малораспространенная история все-таки в Российской Федерации, но присутствующая, когда твой начальник тупеет твоего подчиненного. Вот. Но я надеюсь, до этих времен я как бы не доживу. Не дай бог! Что ты, Влад? Завтра Ябаров будет проклят на шоу. Все, конец тебе, яба. Не, я вообще считаю, что мы давно не делали разбор про Ябарова. Мне кажется, что пора уже как-то, собственно говоря, раскопать, распотрошить, растормошить, вывернуть всю правду наизнанку. Давайте вот как мы четверждочек, да, с бородиной, да под вот прям так, чтобы время никого не ограничивало, не поджимало, да, от всей души. По горячим следам. Правильно. Да, да. И на ТЭД надо еще сходить. Тем более, раз Илюшка меня уволил, давно не было ТЭД. Правильно? Мы же должны... Он как работодатель обязан объяснить мне, по какой причине был уволен, с выходным пособием или без, две недели надо отрабатывать, не надо, а там и у меня вопросы есть, понимаете, да? Вот именно. Ну вот и разберемся. С помощью согласна. Я жду, говорит, пишет. Жди, малыш, жди. Все в наших руках. А что интересно... А, кстати, Шалюков. Ты говорила про Шалюкова? Угу. Я тут обалдел. Я же, короче говоря, да, ну как недели две-три назад посмотрел, «Лед сопливил до немоверия». Это русский фильм, короче, я думал, прям говнище редкое. «Лед-2» или «Лед-1»? И первый посмотрел, и потом второй. Ага. И потом увидел Никиту и обомлел. Вот просто, знаешь, прям взял и обомлел. Ну что, ну в таком легендарном, я считаю, фильме сняться, ну красавчик, но фильм просто феерический. У меня прям так за душу взяло, меня не отпускало дня два. Хотя я не люблю вот эти вот все мелодрамы, дети, тыры-пыры, но что-то прям в фильме... Да мне еще понравилось, что там поют все, там эти вставки. Короче, я прям в восторге от фильмов, точнее, от обоих. И про Шалюкова вот как раз я теперь периодически вспоминаю добрым словом его в костюме полицейскую практически. Да, кстати, там у него была такая просто эпизодическая роль полицейского. Я тоже помню, я тоже обалдела и восхищалась. Говорила, боже, Шалюков, как, каким образом? Да, мы с этим париком на одном диване сидели, понимаешь, одно шоу писали. Понимаешь, а он в каких кинематографических этих снимается-то вообще? Нет, лед, правда, реально меня прям покорил этот фильм. Причем я перед этим смотрел движение вверх, я думал, что, ну, в принципе, лучше, чем движение вверх, русские снять не смогут. А тут лед, я так прям растерялся, думаю, ну, ни хрена себе. До этого, конечно, Дневной дозор был мой фаворит, а так как-то это... Чего у тебя еще подписчики-то спрашивают? Тут пишут, что Влад лучший. Также далее пишут, что, а что, Влад уже не ведущий, его уволили. Дальше пишут, что Тилаева, как бабушка, у нее даже голос противный. Спасибо большое. Вы не знали, почему объявили-то общероссийский кастинг на ведущего телепроекта Дом-2? Все потому, что Ебаров меня уволил. Ну, и сразу мы ищем, ищем, срочно отзаменять, и как бы, как найдут что-то лучшее, как говорится. Там, правда, заодно еще найдут пару сотен участников лучше, чем Ебаров, но это же другой вопрос. Вот, но так, глядишь, заодно и как бы найдут лучшего ведущего, а что нет-то? Так, здесь еще просят, чтобы я тише разговаривала, потому что Влада не слышно. Я вообще, как вы заметили, молчу. Один Влад тут говорит. Да-да-да, я зашел к Наташу в эфир, чтобы занять, чтобы провести прямой эфир в Наташином Инстаграме. Ну, ничего страшного, я даже очень не против. Влад, какая ваша любимая пара? Сейчас прямо он так вам и ответит. На Дом, ну, Дом-2, 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 Дом-2. Но любимая это Рома с Мариной. Нет, это уже не Дом-2, это СССР, Влад. А, это СССР. Не уходите от ответа. Послушайте, Дом-2, 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 Дом-2. Ебаров и Голд, естественно. Ну, ты с ума сошла, что ли? Да бог с тобой. Но нет, я люблю пару Ебарова и Голд ровно на 50%. Вот на Настину. Остальные, как говорится, 50% я терпеть не могу. Просто, видишь, как бы, да у нас все пары, на самом деле, такие нормальные, хорошие. Просто самые такие, вот, ну, я считаю, там, это Яна с Захаром, Соленко, ой, Соленко, господи, Сахнов со Строковой. Но они перешли все на СССР. Вот, поэтому как-то так. А на Домовских, Домовские прям такие, вот прям, чтобы любимая-любимая, наверное, на Доме сейчас любимых нет точно. Я сейчас тебе подскажу, Юля Жукова и Игорь Григорьевич. Они мне первые в голову пришли и сразу оттуда вышли. Вот прям молниеносные. Я им сразу сказал, пошли вон из моей головы, все. Знать не хочу. Мне хватило сегодня вот, да, да, вот прям, я не знаю, как это описать просто. День Жукова, да, и Григорьева, абсолютно непробиваемые ребята. Не, ну что, в принципе, я думаю, что что Юля, что Игорь вспомнят все наши слова, когда они расстанутся. Как бы тут история простая. Это не первая и не последняя пара с таким форматом. А Блюмы? Ой, что там очень интересного. А Блюмы? Блюмы, ну, ты знаешь, если бы не Валерия на психозы периодически, когда его начинают нести на матах, как бы, да, ну, наверное, как бы у меня было бы больше любви к этой паре. А то так вот, мы даже сегодня с ними разговаривали, Аня сказать ничего не дает, начинает орать, кричать. И в результате и его не слышно, непонятно, потому что кричащего человека очень плохо воспринимаешь, да? Да. Девушка, как бы, что она говорит, тоже непонятно, потому что он перекрикивает ее. Поэтому, ну, блин, когда с ребятами сложно общаться, ну, как-то вот, ну, сложно их любить. Ну, по-моему, схема простая, на самом деле. А еще тут Яночка Захарова переживает и спрашивает, а как же мы одиночки? Влад, ты нас любишь? Одиночек, ну, конечно, я люблю, но все-таки я их больше не люблю. Я утопаю в надежде, что когда-нибудь придет день, когда мы этих чудных одиночек будем рассматривать уже как пар. Я честно абсолютно говорю, мне очень хочется посмотреть на Стецвят и на Захарову в отношениях. Я считаю, что вот это вот девчульки, которые раскрылись уже максимально в одиночках, больше, лучше уже ничего не будет. Все, что они могли показать, они показали. Хочется, чтобы посмотреть вообще, на что они способны именно в отношениях. Потому что Стецвят что? Кроме ее вот шуточек про две минуты вообще про нее сказать ничего нельзя, да? Ну, и кроме того, что она профукала Федора, да? А про Захарову, ну, что-то там полежала с Ебаровым, полежала с Захарьяшем, а дальше-то что? Да ну ничего, все. И вот эта вот влюбленность в... Господи, в Ромашову тоже ни к чему не привела. Ну и вот и что? Вот жалко просто. Девки-то яркие, интересные, но правда с башкой на плечах. Владик, еще самый актуальный вопрос. Влад, когда ты женишься? Ой, я даже не знаю, когда я женюсь. Я вот только решил. Просто мне все бабы говорят в один голос. Стремный. Я вот похудел в начале, год худел, сейчас начну как бы тело в порядок, а там, глядишь, какая-нибудь как бы рассмотрит, скажет, хочу ЗАГС, все, зови, зови. Влад, такая немножечко заминка, а при чем тут Захарова и Ебаров? Где она? Что-то я перепутал, да, подожди, не-не-не. А, это гол-то лежала с Захарьяшем, все, это я перепутал их. Да. У меня не просто по парам в голове сосредоточены. Она уже тут нервничает, психует, орет, при чем тут Яба? Ну ладно, перепутал, я немножко не могу. Это что, это, извините меня, прямой эфир в социальной сети. Это не эфир, который телевизионный. Поэтому, ну могу я немножечко лохануться, что. Влад, о Купинах не любишь? Ты с чего вы взяли? Вообще, я вам скажу по секрету, уважаемые подписчики, Наталья, что-то рассказываю. Участники, которые на проекте, мне их не любить не за что. У меня нет такого. То есть, некоторые смотрят, думают, что я, правда, к кому-то плохо отношусь. Но они мне ничего лично плохого не сделали. Вот когда они переходят в какую-то некую определенную грань, как бы, да, у нас возникает конфликт. Какой-то период времени там я их не люблю, да. Умные, как правило, со временем извиняют ситуацию, как бы нивелируют. А на глупых я, как бы, ну, со временем просто внимания не обращаю. И все. А так, за что их не любить? Ну, это просто там разные, яркие, интересные люди лично плохого мне ничего не сделали. Поэтому я ко всем хорошо. Даже когда я говорю там, что я ебаровой терпеть не могу. Но на самом деле я просто отвечаю там на его тупые шутки про увольнение. А так, на самом деле, к ним тоже хорошо отношусь. У нас был период, когда он меня раздражал, когда он возвращался на проект, когда я не хотел, чтобы он, собственно говоря, пребывал в каком-нибудь что-то, да, но я бы этого не скрывал. Но время прошло, ситуация немножко изменилась, там, как бы, в принципе, да, там, человек какие-то поступки совершает, честное предложение, сделаю еще что-то. Я же тоже адекватный человек, я не могу все время там всех там слепо ненавидеть или всех там слепо любить. Человек совершает поступок, я готов его обсуждать. А самого человека, как бы, ну, к это отношение не меняется особо. Вот тут люди спрашивают, Влад, какая будет ваша реакция, когда Милена вернется на проект? Ну, я, скажем так, все-таки, все, что от меня зависит, сделают для того, чтобы этого не произошло, потому что я считаю, что на нашем проект не место людям, которые не уважают проект. Тут схема очень простая. У меня к Милене лично претензий абсолютно нет никаких, да. Она, как бы, как и все, там, необычный человек, она, ну, в каких-то местах, там, чрезмерно эмоционально, вспыльчивая, но она занимает номер один среди всех участников, которые все время орали о том, что проект — это говно, это ужас, меня тут держат насильно, я хочу уйти. Я вообще не понимаю, почему она потом начала рассказывать о том, какую жестокую ее выгнали, если за два дня до этого она говорила, я хочу покинуть проект, вы меня тут все удерживаете силой. Вот, я просто против того, чтобы находились участники на проекте, которые терпеть не могут проект, это транслируют, этого не скрывают. А если бы что-то там в ее жизни изменилось, изменилось отношение к месту, в котором она находится, хотя бы какое-то минимальное чувство благодарности, безусловно, и мое бы отношение, возможно, бы к ней изменилось. Пока оно статично и оно такое. — Чей там вопрос мы игнорируем, он совсем оборзел, хамит. Чего ведущим? Кто, кто, кто? А почему мой вопрос игнорируют? Почему Федора никак не наказали? Ребят, слушайте, вот этот вопрос, почему Федора никак не наказали, мы все равно, несмотря на то, что имеем какие-то жесткие достаточно позиции относительно тех или иных событий, я имею в виду ведущий, да, мы все равно иногда опираемся на мнение, условно, там, коллектива. Мы провели вполне откровенное голосование, и коллектив выразил свою позицию. Когда, извините меня, 90%, четыре человека из всего коллектива сказали, что Федору здесь не место. Все остальные, более 90%, сказали о том, что давайте простим, слабо претензионизм, но проблему это решим. Все, вот за что, ну вот что дальше делать? Просто выгнать из принципа. Коллектив говорит, не выгоняйте. Слава говорит, не выгоняйте. Мы, Славя, полностью проект компенсировал все затраты, связанные, там, условно, со здоровьем, да. Вот что еще сделать? Федя хороший мальчик, зачем его выгонять? Ну, нет, Федька не прав была, это однозначно. И у него просто в последнее время какой-то тяжелый период, я думаю, что мы со временем разберемся, чем связано. Агрессия действительно, она присутствует. Ну, это правда так. Мы на эту тему разговаривали на шоу «Брана против Бузова», только я не помню, она в эфире была или нет. Было, было, было. Было, да, ну все нормально, значит, да. Что-то, выгоняли, не выгоняли. Влад, ну сколько же людей тебя любят. Боже, Влад обожаю. Влад лучший. Владик, Владик, Владик. Да не врут, врут. Наташа, не бери в голову. Все врут. Все вранье. Все вранье. Хоть врут, но все равно приятно. Но согласен тут. Что? Так, провокационные вопросы, я не хочу на них отвечать. Я сегодня не в настроении. Не надо. Влад, наоборот, ты сегодня в хорошем настроении. Да, я люблю как раз отвечать на провокационные вопросы, когда настроение говно. А сегодня оно такое блаженненькое. Я вышел только из душа, оттягиваю момент сна, потому что завтра рано вставать и ехать в спортзал, и снова свое больное тельце заставляет делать всякие непотребства. Да, Влад, я думала, что мы команда, мы и спорт вещи несовместимые, но наши ряды редеют. Самое смешное, что я все время троллю качков, за то, что они вместо людей общаются с гантельками, а будет смешно, если через пару лет стану качком. Вот это будет ржак вообще, я считаю. Будет очень смешно, если еще и Черно спортом займется. Вот это будет смешно. Ну нет, это будет грустная история, потому что она бросит это буквально через неделю, но может быть через два месяца, не знаю, это прям потолок. Я не верю. Черно и спорт, я в это просто не верю. В принципе, как бы я к Сашке нормально отношусь, просто не верю. Почему ты решил заняться спортом? Господи. В общем, я даже знаю автора этого вопроса. Кто это? Я решил заняться спортом на самом деле по одной естественной причине, потому что мне уже за 30, и душа душой, но тело требует тоже внимания, а тело, ну как бы здоровья. А здоровье все равно без физических нагрузок невозможно. Просто объективно я проанализировал и понял, что мои физические нагрузки, это как я ложкой машу, когда трескаю что-то, и как я хожу по лестнице. Все. Но это правда не реально. Для мужчины, на мой взгляд, это как-то не очень хорошо. Поэтому я решил как-то вот, собственно говоря, просто в свое телецо немножко в здоровье привести. Сначала похудел, а теперь самое время хотя бы немного, чисто вот чуть-чуть мышцами-то пообрасти. Чуть-чуть. На полжуршечки. Ладно, заболтался я с вами. Натусик, не буду отвлекать, собственно говоря, твою аудиторию от тебя. Влад, ну мы закончили уже. Нет, 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 нет. У тебя еще время тут есть? Я думаю, что я у тебя минут 30 украл. Тут часовые еще. Ничего страшного. Можно и 3.30 украсть. Ну нет. В общем... Влад, я люблю. Да, целовашки, обнимаю. До завтра. До завтра, пока. Пока. Так, дорогие друзья. Ну, в общем, все, что вы хотели узнать, вы узнали наверняка. Влад ушел, ему рано, рано, рано очень вставать. Завтра у него спорт, потом шоу, поэтому он должен выспаться. Спать он ложится очень рано. Конечно, я слушать умею, это ж моя работа, что ли. Так, пообщались с Владом. Ты кто? Вот это больше всего мне нравится. Кто эта тетка и ты кто? Да, я на работе. Ребят, кто со мной давно, тот знает, как я работаю, как я нахожусь, до какой степени я нахожусь на работе. Ставрополь, привет. Верните Фрост. Так Фрост, зачем ей возвращаться? Сегодня мы закончили шоу в восемь часов вечера. Ребят, я работаю и на работе с понедельника по пятницу. Так, в общем, короче говоря, дорогие друзья, я тоже буду с вами прощаться. Смотрите шоу «Бородина против Бузова», не забывайте, в 11.30 на канале ТНТ. Ну, а кому я не нравлюсь, просто можете просто не заходить ко мне в эфиры. Всех люблю, целую, пока-секи.